1 марта исполнится 95 лет со дня открытия в России первого кабинета судебной экспертизы. 18 годами позже экспертно-криминалистическая группа начала свою работу и в Чувашии. С тех пор борьба с преступностью в нашем регионе ведется при активном участии криминалистов всех направлений. Нашей съемочной группе удалось попасть в святая святых правоохранительных органов в экспертный центр. Александр Анатольевич, 7-й год, возглавляет экспертно-криминалистический центр в Чувашии. В свое время полковник полиции проводил самые сложные и опасные взрывотехнические экспертизы. И не понаслышке знает, какую роль занимает современное оборудование в работе эксперта-криминалиста. Раскрытие каждого преступления начинается со снятия отпечатков пальцев. И если полвека назад для изъятия следов рук использовался только порошок графита, то сегодняшние разработки заметно облегчают труд эксперта. Ценокрылатная камера не только выявляет отпечатки пальцев, но и превращает их в объемный микроузор, который повредить уже нельзя. Сюда мы наливаем специально этот препарат, который при испарении как раз поляризуется аминокислотами и следы появляются белого цвета. Любой предмет. Без профессионализма и упорства эксперта новейшее оборудование лишь груда металла. Поэтому в раскрытии преступлений важную роль играет человеческий фактор. Вначале определяем возраст, потому что здесь возраст и пола мы не можем рисовать. Здесь вот такой типаж лица. Подделка денежных купюр – проблема, которая касается каждого гражданина. Как заверил нас начальник экспертно-криминального центра, купюры в случае подтверждения их фальшивости на подлинные не меняются. Поэтому деньги действительно нужно проверять, не отходя от кассы. Если сравнить с подлинными денежными билетами, как видно, цветовая гамма не отличается. То есть по внешнему виду отличить без знания признаков элементов защиты достаточно сложно. Трудно, но вполне осуществимо. Обнаружив поддельную купюру и обратившись в полицию, вы не только обезопасите себя, но и поспособствуете раскрытию уголовных дел. За один только 2013 год сотрудниками ЭКЦ произведено 7622 экспертизы, которые, в свою очередь, помогли раскрыть преступления.